Как-то раз после операции на плече еду в переполненном автобусе с большим пакетом продуктов и тяжелой сумкой. Кое-как ухватился за поручень здоровой рукой, вишу зажатый со всех сторон, не пошевелиться, еще плечо болит. И своим пакетом и сумкой всем мешаю. Кондуктор на меня шипит, люди вокруг недовольны, переглядываются, а я ничего сделать не могу. Вдруг какая-то пожилая женщина свою сумку прямо на грязный и мокрый от снега пол ставит и говорит мне, а вы пакет с продуктами вот здесь поставьте, а вашу сумку я на колени возьму. Я пожимаю плечами. Может не стоит, сумка тяжелая, она машет рукой. Не беспокойтесь, я ведь не таскать ее буду. Вы мне на колени поставите, ставьте-ставьте, вам легче будет и людям мешать не будете. И так улыбнулась, что я сразу ей сумку отдал. Доезжая до своей остановки, женщина мне вещи с улыбкой протягивает. Всего вам хорошего, говорит, и улыбается. Вышел я из автобуса, на сердце тепло. И тут, вспоминая лицо этой женщины, вдруг понимаю, что где-то ее видел. А потом раз и вспомнил. Да в храме же. Потому что эта женщина, мама священника Олега, настоятеля и доброго, отзывчивого священника, куда я хожу. Он ко мне и в больницу приезжал, когда я там лежал, собором меня причащал. И просто так в гости с апельсинами справится о здоровье. А сейчас, увидев отношения его мамы, которая не по знакомству так со мной поступила, а потому что просто так к людям относится, я понял, почему я сын, священник, именно такой, каким я его знаю и люблю. Порой мы забываем, как для детей важны некрасивые, а правильные слова, которые мы им говорим, а поступки, которые мы каждый день совершаем. Как гласит старинная английская поговорка, «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте лучше себя». Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин